И пришел Дауд вновь к священнику Акимелеку. И затрепетал Акимелек, встретив Дауда, и спросил его, «Почему ты один, и никого нет с тобою?» И сказал Дауд Акимелеку священнику, «Царь приказал мне слово и сказал мне, «Пусть никто не узнает о слове, о котором я посылаю тебя, и которое я повелел тебе, молодых людей в такое-то место». «А теперь что у тебя под рукой? Дай мне в руку пять хлебов, или что найдется?» И священник ответил Дауду и сказал, «Нет под рукой обычного хлеба, но есть хлеб-кадеш, при условии, что молодые люди будут держаться подальше от женщин». И Дауд ответил священнику и сказал ему, «Воистину, женщину держивают от нас около три дней с тех пор, как я вышел, а сосуды молодых людей – кодеш, и это обычная миссия, и кроме того, сегодня в сосуде был кодеш». Тогда священник дал ему хлеб-кадеш, потому что там не было хлеба, кроме хлеба-предложения, который был взят от Господа, чтобы положить туда горячий хлеб в тот день, когда его заберут. Один из слуг Шауля был там в тот день и находился под стражей перед Ехуахом. Имя ему было Доик, Адумиянин, начальник пастухов, принадлежавших Шаулу. И сказал Дауду Кимелеку, «Нет ли здесь под рукой копья или меча, ибо я не взял с собой ни меча, ни оружия, потому что дело царя было неотложным?» И священник сказал, «Меч Голиафа, Фелишти, которого ты поразил в долине Алла. Видите, оно завернуто в одежду, за плечевой одеждой. Если хочешь взять, возьми, ибо здесь нет никого другого, кроме этого». И Дауд сказал, «Нет подобного ему, отдай его мне». И встал Дауд и убежал в тот день от Шаула, и пошел к Акишу, царю Гата. Но слуги Акиши сказали ему, «Разве это не Дауд, царь земли? Разве они не пели о нем друг другу в танце, говоря, Шауль поразил тысячи его, а Дауд – десять тысяч?» И Дауд принял эти слова близко к сердцу и очень боялся Акиша, царя Гата, и изменил свое поведение перед ними, и притворился безумным в их руках, и царапал двери ворот, и пускал слюну свою стечь на его борода. Тогда Акиш сказал своим слугам, «Смотрите, вы видите, что этот человек ведет себя как сумасшедший. Зачем ты привел его ко мне? Неужели у меня мало сумасшедших, что ты привел этого, чтобы он действовал рядом со мной как сумасшедший? Должен ли этот войти в мой дом?»